Встреча с Балтийским морем Транспорт является основным источником вредных выбросов в атмосферу в современных городах. И чем больше жители используют для поездок не личные автомобили, а общественный транспорт, тем меньше выбросы и тем лучше экология. Это очень интересный проект. Мы обсуждали его с моими коллегами из Дании и Норвегии. Они тоже были в восторге. На самом деле даже удивительно, что эта идея была впервые реализована в Таллине, а не в датской или шведской столице. Для столицы Эстонии, конечно, есть в этом проекте и свои риски, но я уверен, что они себя оправдают. Политики должны больше генерировать такие нестандартные и перспективные идеи. За всеми нюансами внимательно следили представители городов разных стран, в том числе и из России. Это для нас достаточно новая идея. То есть понятно, что качество атмосферного воздуха в крупных городах является очень большой проблемой. И автомобильный транспорт является основным для Санкт-Петербурга. Оценки примерно 80% вклада в загрязнение атмосферного воздуха – это транспорт. Поэтому, как представитель Комитета по природопользованию и охране окружающей среды Санкт-Петербурга, мы заинтересованы в любом опыте по мерам, которые направлены на улучшение качества атмосферного воздуха. Если этот опыт даст положительный результат, то это прекрасный опыт с нашей природоохранной точки зрения. Еще одним фактором, наверняка заинтересовавшим участников конференции, стали экономические выкладки. Число пассажиров городского транспорта в Таллине выросло на 10%, а число машин на улицах столицы сократилось на 15%. Недавний опрос населения показал, что 9 из 10 жителей Таллина удовлетворены проектом. Только за первые три месяца этого года в Таллине зарегистрировалось более 5000 новых жителей. По подсчетам экспертов, каждая новая тысяча горожан в городскую казну добавляет порядка 1 миллиона евро в виде налогов. Таким образом, львиная доля из 12 миллионов евро, который стоил переход столичного транспорта на бесплатный проезд, будет оплачена за счет более высокого поступления налогов. Продолжение следует...